В прошлом году мы выяснили, что мы хотели связать сопряжённые пространства. Это в самом конце прошлой лекции. Как-то естественнее, чтобы стрелка шла в обратном направлении. Ну, теперь, значит, как это всё аккуратно сказать. Вот Т действует из нормированного пространства Е, даже преднормированного пространства Ф. Вот тут и здесь возникают сопряжённые пространства. Значит, мы задали функционал Ф на втором пространстве. Ну и хочется как-то рассмотреть вот эту естественную композицию, которая будет, конечно, функционалом на первом пространстве. Ну и вот определение. Банахов. Сопряжённый оператор, конечно. К Т. Этот, он, значит, обозначается тоже со звёздочкой. И действует, смотрите, из Ф со звёздочкой в Е со звёздочкой. Стрелка ещё раз, значит, поворачивается. И как он по определению? Значит, вот применили его к функционалу Ф. Получился функционал на Е. Спрашивается, как он действует на вектор из Е? По определению это будет прежний функционал, но только применённый к вектору ТХ. То есть то, что я написал стрелками, я написал формулой. Ну что мы сразу... Вот это и определение. Вот так он действует. Что мы сразу видим? Ну, во-первых, видим, что норма увеличиться не может. При переходе от заданного оператора к спряжённому. Ну почему? Ну потому что взяли вот модуль вот этого вот выражения. Лен, всё переписывать. Ну и сразу видим, что он не превосходит. Значит, норму Ф на норму Т от Х. Ну, это-то не превосходит. Норму Т на норму Х. Правильно? Ну вот. Отсюда мы видим, что есть константа. Вот это. Которая играла роль С в определении ограниченного оператора. Значит, получается, что норма Т одна из константов. Вот. Задача. Значит, был Ф, стала Т, значит, норма Т одна из константов. Я немножко сказал. Значит, отсюда следует вот это. Правильно? Константа-то как участвует. Ну, а задача заключается в общем. Что на самом деле, на самом деле, норма не меняется. Ну, только это надо доказывать и с использованием теоремы Хана-Банаха. Указание использовать теорему Хана-Банаха. Это не просто так. С деревьев падает. Ну вот. Ну что мы? Теперь давайте посмотрим на это сверху. Что получилось? Вот смотрите, получилось интересное такое отображение, которое вот так и обозначается со звездочкой. Значит, было пространство ограниченных операторов из Е в Ф. И вот каждому Т из этого пространства я сопоставил сопряженный оператор. И получился ограниченный оператор из Ф со звездочкой в Е со звездочкой. Ну, еще раз, как он действует. Нет, напоминаю, Т отправляется в свой сопряженный. Вот. Теперь. Следующие несколько утверждений почти очевидны. Значит, они будут тратить время на доказательства. Вам они в виде задач. Но пользоваться я ими буду. Значит, это речь идет о свойствах этого отображения. Задача. Это. Линейный. И даже не только ограниченный, а сжимающий оператор. То есть он норму не увеличивает, но это же написано здесь. Вот. Но интересно, что вот какие там формулы есть. Вот вы взяли композицию двух операторов. И спрашивается, какой там сопряженный. Оказывается, это то же самое, что в обратном порядке соответствующие сопряженные перемножить. Вот вы взяли единицу в исходном пространстве. То есть когда F равно E. И вот тут вот единичный оператор. Спрашивается, а какой здесь сопряженный? Ответ. Это будет тождественное, но только в E со звездочкой. Вот эти вот очевидные вещи. Просьба вам проверить. И вот теперь задача, на самом деле, довольно важная и часто применяемая. Вот теорема Хана-Банаха была. Так вот я утверждаю, что она эквивалентна следующему утверждению. Если И какой-то там оператор между пространствами, изометрия, то сопряженный к нему строгая Ко-изометрия. Видите, вот столько разных утверждений. Вот эту частичку Ко как-то вот они оправдывают. Ну, что это такое эквивалентно следующему? Это не доказывать теорему Хана-Банаха. Вот, предположим, вам известна теорема Хана-Банаха. Доказать вот это. И что более интересно, вот кто-то вам сообщил вот этот факт, который я тут вот только что вам заявил. Из него прямо следует теорема Хана-Банаха. И вы почувствуете, что это в сущности одно и то же. Теперь, вот очень важное понятие введено. Ну, серия задач. Например, что получается? Примеры душа теории, это же вы же понимаете. Вот, значит, серия задач. Серия задач. Найти сопряженный оператор к разным там. Теперь, что же это такое найти сопряженный оператор? Вы мне можете сказать, ну вот формально они определены что-то искать. Но дело-то в чем у нас? Вот, например, задан оператор Т в пространстве С0. Помните последовательности, сходящиеся к нулю. Значит, и тогда Т со звездочкой формально определен, как оператор, действующий между сопряженными пространствами. Ну, это ничего не говорит, кроме повторения определения. Но вы-то знаете, что вот здесь есть изометрический изоморфизм с L1. И здесь тот же самый. Так? Ну, допустим, да, вот я еще такую вот штучку, чтобы вы помнили ждать. Ну, так раз это объекция, возникает отображение здесь, между L1. И вот вопрос состоит в том, как оно действует. L1-то вполне наглядное пространство, стоящее из последовательности которой суть сходящейся ряды. Так вот как оно действует-то для разных операторов Т? Ну, так сделайте хотя бы три случая. А, Б, В, диагональный оператор. Это вы помните, что такое? Это когда задается вам лямбда из L-бесконечности, и вот действует оператор, что каждая координата на соответствующий лямбда n умножается. Ну, сдвиг вправо, сдвиг влево. Сдвиг вправо. Вот это вам. И сдвиг влево. И тогда вы уже поймете, что лишнее доказательство того, что это разумное понятие. На разумных примерах оно дает разумный ответ. Ну, ладно. Это все Банахов сопряженный. А вот теперь Гильбертов сопряженный. Значит, Гильбертов пространство, оно же, конечно, и Банахова тоже. Значит, получается, оператор, действующий в противоположном направлении между сопряженными пространствами. Это ничего нового нам не дает по сравнению с тем, что сказано. Но возникает из-за Гильбертовской этой самой новая немножко ситуация. Вот сейчас я вам объясню, что это такое. Вот есть Т. Теперь он между двумя Гильбертовыми, и вот, соответственно, они чуть-чуть по-другому обозначены. Ну, тогда берется сопряженное пространство, и между ними действует Банахов сопряженный, который я для перестраховки поставлю еще Б, здесь маленькое, Банахов. Теперь дальше смотрю я на это и вспоминаю теорию Муриса, что вот это отождествляется сопряженное с самим H, но только вот такая тонкость, значит, что это отождествление. Помните, Y элемент переходит в функционал с этим индексом. Не линейный оператор, а сопряженно-линейный. Ну и здесь то же самое. K отождествляется с K со звездочки. Ну, так смотрите, тем не менее, и там, и здесь биекция. Значит, тут две биекции, тут стрелка, значит, возникает единственное отображение, которое делает эту диаграмму комбультативной. И что это значит? Вот так пошел и так вот пошел. И пришел к одному и тому же вектору. Так вот, возникает такая идея. А что? Так получается, что оператор не нужно брать сопряженное пространство. Он действует между теми же самыми H и K, только в обратном направлении. Давайте обозначим его как-нибудь и посмотрим, что же получается. Я, во-первых, напомню вам для перестраховки, как действует, скажем, H и вот этот вот оператор. Так, H, вот Y, видите, у меня здесь. Значит, получается функционал, как он действует на X. А что, если я рискну и попрошу вас подсказать мне, как он действует? Это была теория Мариса. Киллярное произведение, правильно. X и Y. Вот. Ну вот хотим. Из K в H. Так вот, положим, положим. Ведем такой оператор. T со звездочкой, но только здесь H писать. Шон Гильбертов. И он действует из K в H теперь. Ну и так, как я тут сказал. То есть, что это значит? Это значит, что вы последний, вот так вот вы пошли, да? Последний оператор. Это ограниченный, а, простите, обратный вот к I, H. H, ну, они же пишутся, когда вы композицию пишете операторов. Тот, кто действует последним, пишется первым. Здесь Банахов сопряженный, который мы уже знаем. Ну, а здесь вот этот самый ИК, только уже не обратный, а он сам. Вот он. Вот возникает такое отображение. Значит, пока это отображение. Ну, смотрим на него и замечаем, что верно такое предложение. Предложение. Вот этот получившийся оператор, пока что я это H пишу, все еще аккуратненько, он линейный. Это немножко может вызвать удивление, потому что тут какие-то сопряженно-линейные были. Ну, сейчас проверим. Он линейный и норму не увеличивает. Раз я... То есть, то, вот, когда взяли вот этот самый оператор, то получили нечто с нормой меньше, чем норму Т. Ну, все ясно, что он аддитивный, сумма в сумму переходит, чего уж тут. А вот почему он однородный? Может, он будет сопряженно однородным, антиоднородным? Давайте смотреть. Значит, надо честно применить этот оператор, умножить заданный вектор Y, скажем, на лямбда, и посмотреть, в каком виде от лямбда выскочит. Ну, хорошо. Пока что переписываем. И H в минус первый, так. Банахов сопряженный, так. А здесь? Где? А, да-да, спасибо. Спасибо. Очень хорошо, что вы внимательно следите. Да, вот, пожалуйста, поправляйте меня, когда я не то буду делать. Вот, значит, теперь все ясно, да? Ну, смотрите, вот к этому лямбда Y мы применили сопряженно-линейный оператор. Выскочит лямбда, но приобретя вот эту черточку. Правильно? Вот. Значит, и KY равно. Опять перепишем вот этот вот в минус первый. И теперь мы вот к этому вот вектору применили, ну, настоящий линейный оператор, спряженный-то Банахов, он же линейный. Значит, он выскочит без изменения. Лямбда с черточкой. T звездочка B, ну, вот то, что было, и KY. Так. Равно. Смотрите, вот вектор. Применил сопряженно-линейный оператор. Ну, ясно, что если он, и H был изометрический изоморфизм, он был сопряженно-линейный, то и обратный сопряженно-линейный. Давайте это все-таки напишем, чтобы у вас не возникало и H. Как и H сам сопряженно-линейный. Ну, тогда вот этому множителю придется выскочить и опять получить черту. Значит, получается лямбда с двумя черточками и H минус первой, Банахов сопряженный и КТY. Ну, теперь смотрите, что получилось. Черточки сами себя уничтожили, и получилось лямбда без изменений. А это что такое? Да это же и есть то, что мы определили. Вот T звездочка H от Y. Значит, получился настоящий линейный оператор. Ну, теперь норма. Последнее вот это утверждение, связанное с нормой. Давайте-ка его проверим. Значит, здесь вот человек, студент, приходит к себе домой, просто берет тетрадочку и тупо по определению все это проделывает. Но один раз это сделать надо, чтобы вы вот запомнили и потом чувствовали себя. Нормально. Так, значит, с нормами. Ну, что ж такое? Т со звездочкой H, еще мы так обозначаем пока, и Y. Вот. И это. Смотрите-ка, вот. Где он там? Вот он. Вот здесь был Y, так? Но это же изометрия. Значит, получается, что норма вот нашего вектора, это все равно, что норма без вот этого, значит, это норма T со звездочкой B и КТ. Вот Y. Теперь, вот применили, мы уже знаем сжимающий оператор, настоящий линейный. Значит, получается, это меньше или равно норма ИКY. ИКY. Ну, а он-то сохранял изометрию, значит, это просто Y. Ну, вот мы и получили, что наш оператор сжимающий. Ну, и теперь надо терминологию ввести, соответственно, определение. Вот этот самый определенный оператор, только что вот введенный, называется Гильбертовым сопряженным к T. В чем разница, еще раз, что Банахов сопряженный действует между сопряженными пространствами, а Гильбертов между самими. Только и в том, и в другом случае стрелочка поворачивается и действует справа налево. Ну, вот теперь в большинстве учебников вы встретите другое определение Гильбертова сопряженного, которое у меня сейчас вот появится в виде теоремы. Вот. Ну, тут есть споры, что лучше. Мне лично кажется, что лучше вот так, потому что это естественнее. Видите, сама диаграмма, сама себе подсказывает, как определять. А вот сейчас вы увидите некую формулу, почему она определяет оператор, как, да что. Это все надо потом объяснять. Тем не менее, надо ее по эту формулу, ввиду ее важности колоссальной, надо привести теорема, это уже настолько важное утвердение, что вот этот вот самый Гильбертов сопряженный, это единственный оператор, для которого имеет место такое вот тождество. Смотрите, вот исходный оператор применили к Х, попали в К, а там еще был вектор У. Так вот, скалярное произведение в К, это все равно, что Х, Т перекинуть через запятую, но зато здесь будет вот этот вот спряженный, Гильбертов, У, ну, а это же оба вектора теперь ваш, ваш. Вот такая формула. Значит, можно, если я это все докажу, разумеется, можно определить сопряженный оператор как единственный, вот который можно так вот перекидывать. Ну, мне кажется, что когда вот это в виде определения дают, то как-то, ну, непонятно, что так странная какая-то формула, почему так, и только потом, постепенно человек убеждается в ее естественности. Ну, а сейчас это будет теорема. Ну, давайте ее докажем. Опять вот, как все, что здесь вот я вам рассказываю, просто тупо проверяем определение. Значит, Т, Х, И, 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 оператору, кто к какому? Т, Х, здесь же Т, Х был. Это по теореме Риса. Напишите себе даже, вот, Рис. Вот, теперь, по определению Банахова сопряженного, а вот то, что выписано, это же Банахов сопряженный, и это, применили Банахов сопряженный, вот к такому вектору, УКУ, так, вот это же оператор, примененный к Х, равно, теперь это все равно, что И, H, Т звездочка, теперь наш Гильбертов, так, У, вот Х, а это, как раз и есть Х, запятая, Гильбертов оператор, Y, и все получилось. Единственность только надо еще установить. Значит, здесь теорема Риса, и, это самое, определение Банахова сопряженность в операторе, и не более того. Единственность. Вот еще какой-то АС пришел к нам, оператор С, и говорит, что он тоже удовлетворяет такому же равенству, то есть для которого верно вот такая вещь. Я уже не буду индексов тут писать, ясно какие, Х, С, И. Почему этот С? На самом деле, это переоделся просто вот этот оператор в новую одежду, и пришел нам, так сказать, нас обманывать. Ну, давайте посмотрим. Значит, это вот должно быть С, И. Да, конечно же здесь, где, и это должно быть для любого Y из K. Почему это на самом деле вот этот вот? Ну, давайте смотреть. Ну, высчитывая вот это из этого, поскольку это одно и то же. Значит, получается, X, T со звездочкой H и Y минус X, S, Y так, равно, ну, аддитивность X вот с таким вот вектором T звездочка H минус S и вот этот оператор, примененный к Y. И вот это ноль. Причем для всех X и Y, правильно? Ну, так никто мне не запретит тогда взять специальный X, который есть как раз T со звездочкой H минус S от Y, так, поставить его сюда, получить ноль, и, значит, получается, что скалярный квадрат вот этого вот вектора, лень его снова выписывать, есть ноль, ну, значит, вектор сам ноль, так, ну, а поскольку, значит, ну, давайте я все-таки перепишу, T H Y минус, лучше так, минус S Y равно нулю, и это ведь для любого Y, ну, и, значит, вот эта вот разность двух операторов равна нулю, значит, вот и получается, что T звездочка H и есть как раз наш S. Единственность доказана. Ну, вот это вот практически, вот эта формула, мы ее будем часто применять, вот на занятиях, там, в группах, вот это все знают, как делать, но только следствие, ну, эквивалентное вот этому вот утверждению заключается вот в чем следствие, которое будет в 50% случаев, оно будет проверяться, следствие. сейчас я вам выпишу. Значит, там был вот, видите, единственный, для которого что-то там такое, а здесь будет, что тот же самый оператор Гильбертов сопряженный, единственный, для которого я чуть-чуть по-другому напишу, вот Y TX в пространстве K равно, поменяли местами, T звездочка H Y за пятая X и это в пространстве H. Ну, ясно, что это такое, мы просто поменяли местами, выскочили знаки сопряжения, так, в комплексных числах, ну и раз сопряженные равны, значит, исходные равны, что-то говорить. Ну вот, теперь, вот с этого момента какое-то время будут у нас до особого объявления только Гильбертовы сопряженные, мы будем с вами находиться в Гильбертовом пространстве и что-то там с ними делать, в нем делать. Значит, поэтому вот договоримся, чтобы избавиться от вот этой, может быть, даже не очень красивой записи. аж писать не буду больше. Значит, когда, до особого объявления, когда пишут звездочки, я подразумеваю именно Гильбертов сопряженные, мы, естественно, находимся в контексте Гильбертовых пространств. Предложение о свойствах. Теперь, прежде, чем сформулировать, я вижу, что получился второй оператор типа вот этой звездочки, значит, были ограниченные из H в K, и, взяв сопряженный Гильбертов оператор, я получил ограниченные из K в H. Вот корректно определенное отображение. Ну, конечно, это не просто отображение, оно реагирует на структуры, которые есть, и вот в этом заключается предложение. Следующее свойство чего, кого. вот этого самого отображения. Первое. Ну, сумма переходит в сумму. А что-то называется, как вы знаете, аддитивность, это свойство. Второе. Вот помните, когда мы говорили, что линейный оператор в банковых сопряженных, это включало и такое понятие, как однородность. А здесь по-другому делало обстоит. Лямбда с сопряженной, Гильбертов, выскакивает лямбда чертовой. Значит, сопряженно-линейный, сопряженная однородность, иногда говорят антиоднородность, но тут назови хоть горшком, а важно вот эта формула. Третье. Здесь, как в случае Банахова, взял композицию операторов между Гильбертовым и пространством, получил произведение множителей, но в обратном порядке. Четвертое. А теперь нечто новое. Вот два раза я применил вот этот самый сопряженный оператор. Ну, мыслится здесь скобки. Значит, сперва был из Ашка, сперва получился из К, а, 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 получился снова оператор из Ашка. Так вот, оказывается, что это Т. Он вернулся, так сказать, на свое место. Это называется период 2 нашего отображения. Период 2. Ну, это все была, так сказать, алгебра, а пятая, это функциональный анализ. Я утверждаю, что норма, помните, мы уже знаем, что она не увеличивается, но я заявляю, что она просто не меняется. И это я доказываю, в отличие от задачи про Банахово-Сопряженный. Да? А это не противоречит, потому что мы раньше говорили, но там даже когда микро-Сопряженный... Чему противоречит? Мы уже доказывали, что это... Там есть сопряжение? Вот, для ансоциальных стран. Ну, вот здесь сопряжение. Так, когда речь шла о Банаховых, ну, там тоже я писал звездочку, у нас же другая звездочка. Все? Ну, правильно, спрашивайте, тем не менее. Это тонкая вещь, вообще разница между Банаховой с сопряженностью и Гильбертовой. Вот. Видите, отображение обладает разными свойствами. Ну, что поделать? Ну, теперь, мне все это доказывать, все там, много чего очевидного, я ограничусь только вторым, тем более, что у вас вот вопрос, видимо, касается этого. А? Осознали? ну, ну, правильно. Так. Так, вот я вот эти вещи докажу, которые стоят того, чтобы с ними повозиться. ну, во-первых, с этой самой антиоднородностью. Ну, вот смотрите, лямбда с со звездочкой. Звездочка Гильбертова, я просто не пишу ее. Вот. Ну, переписываю. Просто опять вот тут не надо быть там, мейлером или кем, а просто переписать и внимательно посмотреть. Вот здесь Банахов, помните? И, К, так, равно. Пока что перепишем первый вот этот вот. Так. Вот. Он же сопряженный Банахов, значит, он выскочит, это лямбда, не меняясь. С звездочка Банахов, теперь И, К, но этот-то антиоднородный. Вот. Теперь она выскочит с со знаком спряженности. Видите? Вот поскольку один раз только этот знак, то ничего же с ним не поделаешь. Вот я переписываю. Так. И получается, лямбда с черточкой он действует как это со звездочкой. Ну, все. Доказано. Придете до, домой сравните с тем, почему Банахов однородный, а Гильбертов неоднородный. В общем, поучительно. Четвертое. Вот это самый период 2. Ну, давайте посмотреть. Вот Т со звездочкой. А я еще звездочку написал Х и У. Вот для любых Х и У, откуда надо. Смотрите. Вот звездочка. Значит, я имею в виду, могу перебросить Х и останется только Т со звездочкой. Так. А теперь я могу снова перебросить. Видите, я один раз саму, вот то, что называлось, теоремой использовал, другой раз следствие. Ну, перебросил звездочку, звездочка пропала при переходе. Значит, это Х и У. И это все для любых Х и У. Ну, что же это такое? Значит, операторы равны этому 20 раз. Использовали нечто подобное. Все. Теперь, пятое, что с нормой происходит? Смотрите. Норма Т, теперь-то я знаю четвертое. Это все равно, что норма две звездочки применил. Так. И это одна звездочка норму не увеличивает, это мы уже сделали, значит, это не превосходит Т со звездочкой. Ну, и опять же, одна звездочка норму не увеличивает, не превосходит Т. Значит, смотрите, начали с Т и кончили с нормой Т. А в перерыве между двумя неравенствами норма сопряженного оператора. Все сделали. Значит, свойства знаем. Теперь, да, как у нас со временем? Очень плохо, что они... Или они уже починили часы? А? Работают. А, значит, четверть, когда... Так. Вот есть очень важное тордество, которое связывает норму и Гильбертов сопряженный. Оно называется С со звездочкой тордества. Ну, вот так вот. Причем, до сих пор есть разное мнение историков математики. Что имел в виду... Кто это первый сказал так? Ирвинг Сигл, когда сказал вот так С со звездой тордества. То ли он имел в виду, что это некоммутативное обобщение непрерывных операторов отсюда до С, то, что главную роль играет звездочка. Это все мы уже никогда не узнаем, как в случае каких-то загадочных убийств и так далее. Но, во всяком случае, вот все теперь так говорят и придется и мне, если кому-то даже не нравится на слух, может, не очень хорошо звучит. Ну, теперь в чем же оно состоит? Теорема. Оказывается, что если я возьму вот такое произведение Т со звездочкой Т, то норма его это просто норма Т в квадрате. Ну, что, раз и то, и другое ограниченные операторы, значит, у нас только, простите, я с самого начала отмечу, что где, собственно, Т со звездочкой Т, Р, оно из H действует в H, потому что мы перешли из H в K, потом опять из K в H, значит, речь идет о вот этих двух операторах. Так, и, значит, считается, что Т тоже задан, пусть Т, это, пожалуйста, включите, пусть Т ваш, а впрочем, впрочем, ну, пускай, вот, от перестраховки хуже не будет. Ну, вот, вот, в такой ситуации будем доказывать нашу теорему. Кажется, не нужно было мне этого писать, но это вы сами посмотрите, не хуже меня. Мое дело тут в другом. Ну, вот, смотрите, начинаем все это доказывать. Во-первых, меньше или равно. ну, смотрите-ка, левая часть, так, мы же уже знаем, что это вот не превосходит, давайте перепишем, Т со звездочкой Т, не превосходит, значит, композиция, Т со звездочкой Т, этот сжимающий уж во всяком случае, значит, не превосходит норму Т в квадрате. Значит, здесь все ясно. А вот теперь чуть-чуть более интересная ситуация, в обратное неравенство. Ну, вспомним, что ж такое норма-то по определению. Супремум какой-то, помните какой? Супремум, когда х пробегает единичный шар вот этого самого h нашего пространства, норм вот таких вот векторов, Т со звездочкой Т и х, вот и к себе бегает, каждый раз получается число, берем с... А что это такое, вот эта норма? А можно другой вектор подключить, и получается супремум, уже когда два вектора бегают по этому самому шару, так, а здесь будет модуль Т со звездочкой Т и х запятая и у, ну, потому что когда и у произвольный, и мы берем супремум, получается как раз такая норма, это вы знаете, равно супремум, ну, еще все еще по двум вот этим векторам, ашка. Теперь вспоминаем, что такое Т со звездочкой, перекидываем его, и остается Т, звездочка пропала, значит, получается норма Т и х, запятая Т и у, так, взяли модуль, но позвольте, смотрите-ка сюда, и у бегает по шару замкнутому, ну, так если я возьму конкретный вектор у, а именно вот этот самый х, может только уменьшится число, значит, поэтому вот появляется вот этот вот знак неравенства, и теперь у меня осталось только один х, аш, а здесь получается модуль Т и х Т и х скалярный, вот это же скалярный квадрат, я мог и модуль-то не писать, ну, ладно, написал, получается супремум х из h в h, ну, это же норма х, Т, норма Т и х в квадрате, правильно? Норма Т и х в квадрате, вот, ну, а теперь это супремум просто по определению, супремум по Т и х, это же будет норма Т, ну, а когда квадрат, то будет норма Т квадрате, все, получилось неравенство обратно, в сторону. Ну, теперь курс у нас, наш, как говорится всегда, в таких случаях не резиновый, много очень интересных вещей, я вам рассказать не успею, но все-таки сейчас я вот этим мелким шрифтом объясню вам, почему такая, с такой помпой я об этом рассказывал, тождество и так далее, и тому подобное. Потому что, если есть абстрактная алгебра, ну, с разными свойствами, там, норма, все прочее, и выполнено для ее элементов вот такое тождество, там есть абстрактная операция, звездочка, она называется инволюция, алгебраисты знают, и так далее, то есть знаменитая теорема Гельфанда Наймарка, о том, что она, такая алгебра, в скрытом виде, это просто самосопряженная под алгебра операторов в Гильбертовом пространстве. То есть нечто абстрактное оказывается конкретным. Вот. И эта теорема играет огромную роль и в математике, и в физике, потому что получается разные интерпретации одного и того же, это важно физикам и так далее. Вот это значит алгебра со звездой тождеством на самом деле состоит из операторов, это один из главных, самых важных факторов вообще вот в большом вот в этом функциональном анализе. Но у меня нет возможности в деталях это рассказывать, а я вот за оставшуюся минуту еще раз вам объясню, что, вернее, я это голословно утвердал, а теперь я это объясню, что вот это баноков сопряженный, это гильбертов. Я заявил, что они разные вещи. Ну, определяются они, конечно, по-разному и действуют в разных пространствах, но вы можете спросить, может быть, они как операторы вот одно и то же, помните, у нас же было определение унитарной эквивалентности, когда мы отождествляли. Нет, не получится, это последняя фраза перед перерывом. Я вам предлагаю задачу, вот какую, смотрите. Вот, взяли в гильбертовом пространстве тождественный оператор. Чего же проще? Но мы умножили его на И. Ну, и получается, значит, он действует в сопряженном, вот, взяли банаха в сопряженной, и взяли гильбертов в сопряженной, теперь я, видите, пишу B и H, потому что теперь надо различать. Вот такие операторы даже не унитарно эквивалентны. То есть никакого между ними сходства нету. Вот, пожалуйста. А это абсолютно очевидно, просто надо опять посмотреть, как они действуют. В частности, вот было пространство L2, такое, что отождествлял сопряженное пространство с L2, это у вас на занятиях было. Ну, так вот, если здесь делать вот тут вот банаха сопряженной, это будет просто умножение на I, а Гильберта умножение на минус I, ну, разные же операторы. Вот, пожалуйста, проделайте эту вещь. Вот у вас операторы в мешки лежат, да, принесли в мешки, вот там у вас операторы. Вот достать оператор, ну, посмотреть, только чтобы он Гильбертов в пространстве действовал, например, в L2 маленьком, или L2 большому, и найти Гильбертов сопряженный, какой к нему. Вот, диагональный есть, там, неопределенного интегрирования. Вот, что ж такое для них Гильбертов сопряженный, вот тогда будете лучше понимать. Только здесь, конечно, лучше не определение исходное, оно для того, чтобы понять, если разумно рассуждать, то другого определения и быть не может. Вот, а вот эти самые формулы, когда перебрасывается в скалярное произведение оператор, и либо возникает сопряженный, если он был сопряженный, то звездочка пропадает, вот и делаете. Ну, и теперь мне в перерыве был задан вопрос, вот, когда я вторую часть С со звездой тождествами, значит, я ведь использовал что, какой бы ни был оператор С, что такое норма СХ, надо взять скалярное произведение, так, ну, модуль чтоб был, вот, и могу супремум, могу максимум написать, ну, поскольку там был супремум, где Y из единичного шара, ну, нашего пространства, которое H. Только там вместо С было Т звездочка Т. Ну, вот, я это сказал, но не написал, а просто написал знак равенства и продолжал рассуждать. Ну, теперь я, раз уж был такой вопрос, то я считаю своим долгом объяснить. Следующая небольшая тема, но такая довольно забавная, сопряженность, вот эта самая сопряженность и геометрия. и геометрия. Ну, что тут я имею в виду? Сейчас мы сразу поймем, когда я сформулирую предложение. Предложение. Покажется, кстати, никакой сопряженности не будет еще в этом предложении, оно подготовительное. H Гильбертово пространство. В нем я взял подмножество. какой-то M. И что же такое, спрашиваю я, вот если я возьму ортогональное дополнение, и к тому, что получилось снова ортогональное дополнение, то есть мысленно здесь скобки я пишу, но мне лень. Так вот, это будет все равно, что взять сперва линейную оболочку нашего M, получится подпространство, и замкнуть его. Вот эта черчика означает замыкание, ну, в той норме, которая ваша есть. Значит, вот как находится двойное ортогональное дополнение. Ну, что тут очевидно? очевидно, в эту сторону, потому что M, наше подпространство замкнуто, когда вы берете ортогональное дополнение, всегда получаете замкнутое множество, оно подпространство, по тем же причинам, только линейным теперь получается подпространство, и содержит M, помните, Петя, как тебя зовут, содержит M. Ну, значит, доказал в одну сторону, теперь что надо? Обратное. А именно из обратного должно следовать точное равенство. Не просто вот включение, а равенство. Ну, действительно, вот что такое M с двумя сверточками, оно само Гильбертово пространство, замкнутое подпространство Гильбертово. Значит, в теореме об ортогональном дополнении там сидит подмножество вот это, я его сюда перепишу, спан M с черточкой, ну и какое-то есть ортогональное дополнение, которое я здесь выпишу. H1, H1 ортогональное дополнение. Значит, H1, что это такое? Он состоит из всех векторов в нашем вот этом новом Гильбертовом пространстве M. Два знака ортогональных таких, что они ортогональны вот этому самому спан M. Ну, я напишу здесь замыкание, а мог бы и не писать, потому что это автоматически одно и то же. И вот теперь надо, что надо? Что вот это самое H1 равно нулю. Тогда все и получается. Ну, смотрим. почему это так? Ну, берем вектор в этом H. Мне нужно доказать, что он нулевой, чтобы я там не выбрал. Так, значит, он лежит уж как-нибудь в M с двумя черточками. Вот. Это значит, что по определению, что он ортогонален. вот одному знаку ортогонального дополнения. Но он же самый X ортогонален. Вот. Потому что он из ортогонального дополнения. Значит, линейные оболочки, ну, да еще вот взяли на всякий случай замыкание. Ну, и тем более раз он ортогонален этому, тем более X ортогонален M. Значит, смотрите сюда. X ортогонален ортогональному дополнению и самому M. Значит, получается, сам себе ортогонален. Ну, а мы с вами знаем, что сам себе ортогонален, это позволяет только нулевому вектору. Такая роскошь. Все. Значит, X равно нулю. Доказали. Ну, теперь, при чем тут все эти самые сопряженности? Вот сейчас они появятся. Теорема. Важный факт. Ну, взяли какой-то ограниченный оператор между двумя гильбертовыми пространствами, H и K. Вот. Тогда во-первых, в K выполнено в этом втором гильбертовом пространстве. Вот какое равенство двух подмножеств, если хотите. Вот я взял образ Т. Там же есть образ в K нашего оператора. Взял к нему ортогональные дополнения и оказывается это то же самое, что ядро так. Только вот T со звездочкой. Ну, чтобы вам легче было, я еще напишу, что вот H в K вот здесь действует T, а вот здесь действует T со звездочкой. Значит, видите, и ядро, и вот этот образ, они все в K сидят. Это еще я не кончил формулировку. А в H выполнено. давайте вот вот это вот звездочкой обозначим, чтобы потом ссылаться. А ваша выполнена. Вот я начну с ядра T. вот здесь она сидит. Так это получается все равно, что взять образ сопряженного оператора, но только теперь вот это правильная перестраховка. Надо взять замыкание. Ну, и это пусть будет с двумя звездочками тождества. Ну, давайте посмотрим, почему это так. первое. Ну, вот это вот. Ну, взял вот какой-то Y у меня. Вот здесь сидит. Это значит Y ортогонален образу T. А что это значит-то? Да это все равно, что Y с T и X скалярное произведение равно нулю для любого Y. Простите, X из H. Потому что он ортогонален всем вот этим, ну, значит, вот то, что я написал. А это вот теперь я перекидываю T. Это означает, что перекинул, получил вот такую штучку. T со звездочкой Y запятая X. Вот это должно быть равно нулю и опять же для любого X из H. Ну, что это за вектор, который всем ортогонален? Он ноль. Значит, T T со звездой Y равно нулю. Ну, так это просто и есть T со звездочкой Y принадлежит Простите, Y сам принадлежит вот этому ядру сопряженного оператора. Значит, вот видите, мы сравниваем, вот когда вообще любой в линейном пространстве задан оператор, то у него есть два очень важных, он вызывает к жизни, я могу так сказать, два важных подпространства, свое ядро и свой образ. И вот здесь они вот так геометрически связаны с помощью сопряженного оператора. Но это первое я доказал. Теперь второе, две звездочки я доказываю. хорошо. Значит, я начинаю. Ой, простите, а почему не было возмущенных криков? Я же тут забыл, правильно, написать знак ортогональный. Иначе они в разных подпространствах вообще получатся. Вот. Ну, не в разных, в одном и том же, но все равно надо. Понятно, да? Вот. Вот здесь поставьте, это я просто погорячился и забыл. Ну, вот я на него и смотрю. Ядро Т, ортогональное дополнение. Теперь я вспоминаю, что мне про Т много чего известно. Например, что он совпадает со своим вторым сопряженным. Так. А теперь я вспоминаю первое, ведь у меня что-то есть какой-то значочек сопряжения. Значит, по-первыхому у меня получается, что он образ Т со звездочкой, так, но появляется второе ортогональное дополнение. Одно уже было, вот теперь здесь второе. Ну, хорошо. А что такое, смотрите, подпространство я взял тему два раза ортогональные дополнения. Ну, я могу спан написать, но оно подпространство. Это бессмысленно. И так ясно. А вот замыкание, вот которое, где оно у меня тут? Вот оно. Вот оно должно быть. Значит, оно получается им Т со звездочкой замыкание по норме Тильбертова пространства. Все доказал. Задача, ну, вы уже догадывались, какая задача. что вот это вот замыкание во второй звездочке, вот это, ну, мне лень писать, а вы себе напишите, нельзя отбросить. И тут в связи с этим я просто прошу вас осознать вот такой факт, что образ оператора, будь то в Банаховом, в Гильбертовом пространстве, не обязан быть замкнутым. Он, конечно, подпространство, но замкнутым быть не обязан. И вот придется поэтому вот, чтобы все получилось, эти-то вещи влекут, замкнут, если вы же понимаете, вот. Значит, задача, что нельзя отбросить. Теперь вот это понятие Гильбертова сопряженного, ну, я буду какое-то время говорить просто сопряженного, потому что у нас кроме Гильбертова какое-то время никаких других не будет. Позволяет нам ввести важнейший класс операторов. Он называется самосопряженным. И вот определение, одно из важнейших во всем моем курсе, определение. Т, только он теперь действует в одном и том же пространстве, иначе без смысла. называется самосопряженным. Сам себе сопряжен. Self-adjoint. Самосопряженный. Если, ну, из слова ясно, что это должно быть. Взял сопряженный, и он не изменился после звездочки. Если Т со звездочкой равно Т. Эквивалентное заявление. Помните теорему, вот мы дали эквивалентное определение через вот скалярное произведение. Эквивалентно, что я могу взять вот такое скалярное произведение ТХ, И, и всегда я его могу вот это Т перебросить. В общем случае появилась бы звездочка, ну, а раз он самосопряженный, то ее нет. Ну, значит, для любого Х и У из H. вот, и на часто учебниках или лекторы там бывают определяется так. Это эквивалентно. Теперь, вот была теорема вот эта геометрическая. что для нее следует, если вдруг нам сообщили, что наш оператор самосопряжен? А вот что? Следствие. Если Т самосопряжен, то смотрите, получается, как геометрически. Я взял образ Т, его ортогональное дополнение, это его ядро, и что иное, как? Это раз. А во-вторых, я взял сначала, допустим, его ядро и взял ортогональное дополнение. А это замыкание образа. Еще раз подчеркиваю, надо брать замыкание. Обязательно. Значит, ну, глупый рисунок. Вот вам, Гильбертову, пространство, вот под пространство, это которые, что? Которые образ его, образ Т. Так вот, ортогональные дополнения, это ядроты. Вот они как расположены. В случае с самым сопряженным оператором уже это говорит о том, что это хороший и важный класс. Ну, теперь, лень писать, серия задач, которые предлагается рассмотреть на занятиях. Ну, опять-таки, взять, вы уже нашли сопряженные, но теперь труда не составит посмотреть, когда этот сопряженный не меняется по сравнению с исходами. Значит, этим самым вы найдете самосопряженные. Среди операторов в мешке найти самосопряженные. Это очень важно. Знать такую вещь, это вот и на экзаменах вас спрашивать, и на зачетах, где угодно. Дальше. Предложение. О чем оно? А был же класс, и я сказал, что он исключительно важен, когда была доказана теорема об ортогональном дополнении, то появился очень важный класс операторов – проекторы. Ну, давайте посмотрим, как он себя ведет в смысле вот этих всех свойств. И вот предложение. вот если П проектор на какое-то подразумевается замкнутое подпространство, иных-то не бывает, то это эквивалентно тому, что я заявляю, что он, то есть П, самосопряжен и и демпатентен. И демпатентен. Значит, первое, это такое равенство, а второе, что это П квадрат. Помните, ну, в любой алгебре или там кольце, где угодно, элемент называется демпатентным, если он в квадрате равен самому себе. Так вот, значит, коротко, проектор есть самосопряженный и демпатент. А здесь я хотел квадрат написать. Спасибо. А то я говорю, что равен квадрате самому себе. Значит, любой алгебре я вот так гиллгебраистов вспомню, да и всем, наверное, это на каких-то лекциях. Вот он, и демпатент. Вот. Спасибо. А то бы кто-нибудь вот так бы и учил. Вот. Хорошо. Доказываем. Доказываем. Значит, пусть известно, что он проектор. Ну, проектор, он не в эфир, а он на какое-то замкнутое подпространство проектирует. Обозначим его через h0. Значит, что же такое? Взяли x и применили p квадрат x. Это все равно, что p на px. px попал куда? В h0. Как действует проектор на h0. Он не меняет вектор, потому что он совпадает с своей проекцией. Значит, px из h0. Отсюда следует, там p не меняет, значит, следует, что p квадрат x равно px. Ну, и раз это для любого x, то p квадрат равно p. Более интересно, самосопряженность. почему проектор наш самосопряжен. Хорошо. Взяли x и y из h. Наверное, надо формулу некую доказать со скалярным произведением. по определению проектора x есть проекция на x, которая обозначена px, плюс какой-то вектор z. Значит, этот из h0, этот из ортогонального дополнения. А y точно так же есть py плюс еще u какой-то. Ну, то же самое, мне лень писать. Прекрасно. Ну, давайте я отсюда буду писать. Что же такое px, y? Смотрите. Он же, я уж перепишу, px, а здесь py плюс u. u из ортогонального дополнения к h0. Так. А px, он сам, да, вот, значит, это будет px на py. Потому что y ортогонального дополнения к образу проектора. Дальше. Что это такое? Я могу и так дальше написать, что это px плюс z. Прибавил z, потому что он ортогонален вот этому. Так. px плюс z запятая py. Ну, а это же x, то, что у меня слева запятой, значит, получается x по y равно x по y. Ну, я проверил формулу, которая нужна для того, чтобы мы видели, что оператор наш самосопряжен. Значит, в одну сторону доказано, что если он был у нас проектор на h0, куда-то там, то он едимпатентен и самосопряжен. Значит, сперва мы доказывали, что он едимпатентен, теперь мы доказали, что он самосопряжен. Ну, в обратную сторону. Вот нам известны эти его, по сути, алгебраические свойства, а надо, что он на что-то проектирует. Вот откуда это что-то должно появиться и что дальше нам делать. Ну, Значит, теперь в обратном направлении. В обратном направлении. Ну, хорошо, образ-то у него есть, как у всякого оператора. Вот я его обозначу через h нулевое. Значит, образ я даже на секундочку еще не знаю, замкнутый или нет. На всяком случае, никто мне не запретит его так обозначить. Это под пространство. Теперь, значит, х из х нулевого. Это значит, что х есть п и у. Ну, разум образ. Для какого-то у из h нулевого. Ну, ну, хорошо. px тогда равно p на py. Но он же и димпотентен. Значит, получается, py напишите здесь, что он и димпотентен. А это х. Значит, получается, что если х из h нулевое, то наш оператор p ничего с ним не делает, вставляет его на месте. Теперь, это под пространство. Теперь я докажу, что оно замкнуто. Ну, смотрите, если х из замыкания, то я могу его представить в виде предела, конечно же, векторов из самого подпространства. Аж нулевое. Но отсюда следует оператор все-таки наш непрерывный. px предел, когда n стремится к бесконечности. pxn Ага, спасибо, да. Что-то я, видите, к концу второй лекции стал оговариваться. Вот, пожалуйста, внимательно. И, кстати, сколько осталось? 20 минут. А? 20 минут, нормально. Ну, следите внимательно, потому что к концу второй лекции, конечно, немножко уже с этим согласны. да? Ну, для h0-то мы знаем вот эту вещь. Значит, получается, что это предел xn самих p на образе-то не меняет, так, а это x. Ну, значит, получилось, что если он из замыкания, то p его не меняет, значит, получается, что h0-ое замкнуто. Ну, теперь, почему же это пространство проектирования? Все же таки. Значит, покажем, надо показать, что p есть проектор на вот этот самый h0, который у нас появился. ну, хорошо, в любом случае наше h есть, это теорема об ортогональном дополнении, прямая сумма h0 и его ортогонального дополнения. Значит, тогда x раскладывается в сумму y и z, значит, этот из h0, этот из ортогонального дополнения, и все, что нам нужно сделать, это доказать, что надо, значит, я пишу, вот надо, что px и есть y. Это и есть проекция на h0. Ну, действительно, давайте смотреть. Почему так получается? пx, вот px, ну, раз x есть y плюс z, то px есть py плюс pz, так, pz из h0, левого, он же из образа, но, давайте я даже напишу, но, оставлю две точки, 0, есть px на z, разумный из ортогонального дополнения к образу, а вот теперь самая сопряженность, до сих пор мы ее не использовали, теперь начинаем использовать, это x, pz, значит, это 0, значит, получается, что pz, а x был любой, pz из ортогонального дополнения, h0, и pz из h, нулевой, потому что образ, ну, значит, получается, что pz равно 0, сам себе ортогонален, ну, давайте я перепишу, для перестраховки, вот он сам себе ортогонален, значит, он равен 0, но это и значит, что px равно y, то есть y есть действительно проекция, все доказали, как действует проектор, он вот этому первое слагаемое ставит соответственно, так вот, мы показали, что это имеет место для p, и значит, все в порядке, и так, значит, еще раз, вот проектор, понятие вроде бы геометрическое, мы берем подпространство, там, раскладываем, вот, такую геометрически хорошо ощущаемую проекцию делаем, а что в задаче, в этой, в теореме-то доказано, в предложении, что я то же самое могу сформулировать в чисто алгебраических терминах, вот оказывается, что вот это утверждение, первое из многих утверждений, которые могут составить то, что я бы назвал алгебро-геометрический словарик, вот геометрические свойства оператора, вот что он делает там с векторами, куда он там их переводит, оказывается, формулируется просто в чисто алгебраических терминах, значит алгебро-геометрический словарик, первое уже было, смотрите, вот, вот тут русский, тут английский, значит, тут геометрический язык, а тут алгебраический, значит, проектор, вот, он едимпатентен, он сам сопряжен, оказывается, ну какие у нас были еще операторы, унитарный, унитарный, так, оказывается, это алгебраически означает, что сопряженный, он же и обратный, ну, сюда включается то, что обратный существует, а дальше я вам выпишу разную алгебру, а на занятиях вы должны перевести ее в геометрию, то есть, как оператор действует, вот смотрите, вот вдруг оказался такой оператор, который, смотрите, он и самосопряженный, и унитарный, как-то интересно действует, можно описать по-человечески, вот, что он делает с векторами пространства, дальше, дальше больше, как говорится, вот какой-то В, вдруг заявил, что если сделать В со звездочкой на В, то будет тождественный оператор в нашем пространстве, а он как действует, а другой заявил, что если сделать произведение, наоборот, будет самосопряженный, а это что за птица, ну и дальше последняя задача, она с виду какая-то страшная, но на самом деле вы уже 90% сделали, когда вы сделали, я вот такую вот делаю вещь, еще какой-то Дубль В заявил, что он удовлетворяет такому равенству, посмотрите, вот, а он как действует, вот когда вы будете делать эту последнюю задачу, вы на самом деле опишите очень важный класс операторов, который называется частичная изометрия, они очень тоже вот физики важны и так далее, ладно, ну, значит, я подумаю, значит, как это потом лучше объяснить, вот, у вас был вопрос, но это в следующий раз, мне кажется, все ясно, но может, я чего-то не договорил, так, теперь дальше поедем, ну, вот, Банах, великий человек, да, значит, есть в функциональном анализе, в классическом, три выдающихся теоремы, которые связаны с именем Банаха, они еще и называются принципы, потому что вот часто в математике принцип, это называется такая, так называется теорема, которая часто применяется в разных конкретных ситуациях, вот, у нас, помните, был принцип непрерывного продолжения, например, собственно, теорема Хана-Банаха это тоже принцип, и вот, какие же там принципы, вот, три теоремы есть у Банаха, либо Банах сам, либо Банах с авторами, первая уже была, теорема Хана-Банаха, причем банаховости никакой для пространства, я подчеркиваю, не нужно, там просто было нормированное и даже преднормированное пространство, но вот в других двух теоремах понадобится вот эта самая Банаховость, то есть полнота, вот я сейчас вам формулирую, я посмотрю потом, стоит ли начинать, теорема Банаха-Штейнхауза, я уже вам говорил, что Гуга-Штейнхауз, это был такой человек, тоже польский математик, который, собственно, и привлек Банаха к занятиям математики, тут разные легенды на эту тему, а еще он тем интересен, что в Польше очень не повезло, почти все математики погибли по разным причинам, а вот Штейнхауз, слава богу, умер в своей постели в 70-х годах, тоже, значит, называется теорема принцип равномерной ограниченности, равномерной ограниченности, формулируем, вот два пространства, Е Банахова, АФ пусть будет даже преднормированный, ничего от него не требуется, кстати, обратите внимание, в некоторых учебниках оба требуются Банахами, вот это не нужно и даже затемняет суть происходящего, первая из них Банахова только, и еще задано семейство операторов Т ньютых из ЕВФ, я не знаю, сколько их, поэтому такое вот непонятное индексное множество, вот Т ньют, и они, конечно, ограничены, все ограничены, и еще что известно, и известно, что какое вы не возьмете Х из первого пространства, и посмотрите на, примените к этому Х все наши операторы, посмотрите на нормы, и вот оказывается, что они ограничены одной и той же константой, но только она зависит от Х, который вы взяли, поэтому я индекс Х пишу, вот это свойство называется поточечная ограниченность, это то, что дано, а теперь утверждается, тогда существует константа, уже без всякого индекса, такая, что любая норма из этих операторов не превосходит нашей константы, а этот называется равномерная ограниченность, вот отсюда и принцип равномерной ограниченности, теперь, что сразу надо заметить, что второе более сильное, чем первое, уже формально, вся штука в том, что они совпадают, вот это мне надо будет доказывать, но сейчас посмотрим там по времени, а пока что я делаю такое замечание, просто предварительно, что если у нас известно, что имеет место равномерная ограниченность, ну что тогда, тогда получается, что т ню икс для любого икс, не превосходит вот этой же самой константы на норму икс, ну иначе я могу вот эту константу взять, вот это вот число, вернее, все, взять до сей икс, и я увидел, что у меня есть поточечная ограниченность, ну теперь надо доказывать, как там со временем, а, ну так я успею, во всем что-то разумное вам сказать, доказываю, есть разные доказательства этой теоремы, есть, которые, по сути дела, ничем особенным не пользуются, но там надо выкладки разные делать, не лень, а я, как в большинстве, кстати, учебников и делается, использую вот этот самый принцип тоже, вот теорему Бера, помните, о тощих, тучных множествах, вот, вот как она тут используется, ну, предположим, противная, противная, что нет вот этой константы, но если константы нет такой, то есть подпоследовательность, ну, распоследовательность, я натуральные индексы поставлю, нормы ТН, у которых норма ТН-ного больше, чем Н, это для любого натурального Н, такая штука найдется, значит, любое Н. теперь, как мы поступаем, взяли К, какое-то натуральное, и для любого К, вот рассмотрим такое подножество, положим, вот МК, это подножество, ничего другого я не говорю, так вот пусть она состоит из тех иксов, из нашего Е, исходного пространства, у которых ТНХ по норме не превосходит К, и чтобы это было для любого Н, для каждого К такое множество. Я покажу сейчас, что оно разрешимо, я хотел сказать разрежено, что оно разрежено, видите, уже к концу, разрежено. Это что значит в любом топологическом пространстве? Это значит, какую я не возьму окрестность, я могу внутри нее найти окрестность, может быть, поменьше, но в которой уж точек нашего множества нету. Ну вот берем окрестность, ну какую берем, у хр, ну, я взял внутри нее шарик с центром х и радиусом r, но я могу еще так написать, х плюс р единичный шар, вся она вот, вот здесь вот наш шарик, так, а вот ноль, так, вот это х, ну так, у нас стоит из векторов, х плюс вот эти вот векторы, r на единичный шарик, в е, в е. И берем, любое n рассматриваем, которое было бы больше, чем единица, деленная на r, а здесь k плюс sx, вот она, наша x, из того, что, из того, что норма tn больше n, следует, что для любого, ну какого-то там y штрих из единичного шара в f в этом произвольном преднормированном пространстве, tn, вот y штрих, тоже больше n, это из определения нормы следует, так, ну, считаем, что y штрих, значит, смотрите, вот это последнее, что я сегодня вам скажу, я до конца не буду, значит, y штрих из единичного шара пространства f, но я могу считать, что y штрих из открытого, тут он был из замкнутого единичного шара, а я могу считать, что он из открытого, потому что, смотрите, я же могу, вот замкнутый шар, он вдруг попал в сферу, то есть там, где равенство выполнено, но я могу ее умножить на такое близкое к единице число, чтобы это неравенство сохранилось, вот, значит, это y штрих, пусть будет у меня из вот этого самого открытого единичного шара, ну и, пожалуй, сейчас конец второго часа уже вы устали, я устал, вот, значит, на этом мы сейчас закончим, я вам потом, конечно, в начале следующей лекции напомню, на чем мы остановились, вот, и отсюда будет следовать эта самая разреженность, ну, это уже в следующий раз, до новых, до новых встреч! В depois